Девушки отдыхают Встреча работников культуры в городском центре досуга Задержан подозреваемый в серии квартирных краж Открытые Десногорские соревнования бегунов А сейчас об этих и других событиях подробнее На спортивной площадке первой пожарно-спасательной части Прошли соревнования боевых расчетов Добровольных пожарных подразделений Смоленской АЭС И подрядных организаций Свою готовность оперативно и грамотно Противостоять огненной стихии А также навыки работы с пожарно-техническим оборудованием Продемонстрировали 28 команд Подробности далее Ежегодные соревнования, которые в этом году проводились в 35-й раз Являются одним из важных элементов противопожарной тренировки Персонала Смоленской АЭС Они проходят для повышения уровня добровольных пожарных Чтобы они умели работать с пожарно-техническим вооружением Имели первые навыки, как тушить пожар В готовности противостоять огненной стихии И в умении работать с пожарно-техническим оборудованием Соревновались 9 женских и 20 мужских команд Соревнования включали 5 этапов Преодоление двухметрового забора Переодевание в спецодежду Тушение огня на противне Бег по бонусу со скатанным пожарным рукавом Присоединение ствола И поражение очага возгорания струей воды Правильность прохождения каждого этапа Судили специалисты пожарной части Причем за допущенные нарушения Добавлялись штрафные секунды Положительные эмоции Драйв полнейший, супер Всегда волнение На соревнованиях Они всегда гораздо больше эмоций бьют Борьба проходила захватывающе Эти соревнования всегда большое яркое красочное зрелище Которое собирает не просто болельщиков Но и зрителей Среди которых большое количество детей Это мероприятие очень значимо для персонала Который работает и осуществляет подрядные работы на Смоленской АЭС Радует то, что наши работники Достаточно профессионально могут делать то, что они сделали сегодня Поэтому, если есть необходимость появится То они смогут это применить В том числе и на своей работе Абсолютным лидером соревнований Среди женщин стала добровольная пожарная дружина Управления производственно-технологической комплектацией А у мужчин первое место заняла команда Службы безопасности Участвуем каждый год Эмоции самые положительные Особенно после победы Давно уже не было у нас первого места Очень рады, довольны И хотелось бы отметить организации На высшем уровне Который год уже в этом убеждаемся Соревнуемся очень давно Сколько работают 13 лет И вот 13 лет участвуем в этих соревнованиях Очень нравится Заряд положительных эмоций Каждый год победители соревнований Нагруждают ценными подарками В детском оздоровительном лагере Голоевка завершила работу школа Для одаренных детей области В летней многопредметной школе Отдыхали только отличники старших классов Они были разделены на отряды Юных физиков, математиков, химиков и биологов С ребятами занимались деканы факультетов Доктора и кандидаты наук Администрации Смоленской области Подписано двухстороннее региональное соглашение О сотрудничестве в сфере машиностроения Самые современные технологии В машиностроении внедряются Особенно в оборонном комплексе Пять заводов, которые зарегистрированы На территории Смоленской области Входят в государственную корпорацию Ежегодно они выпускают продукции Больше чем на 4,5 миллиарда рублей Исполнительная власть Смоленщины Наладила на федеральном уровне Деловые контакты с Союзом машиностроителей России И обсудили вопросы порядка Предоставления субсидий И других форм финансовой поддержки В городском центре досуга прошла встреча с работниками культуры С теми, на долю которых выпала большая ответственность Быть первыми С нуля писать историю нашего города И станции Нести культуру в массы О том, как прошла встреча В нашем следующем сюжете В ГЦД собрались первые Библиотекари, руководители творческих коллективов Учителя музыкальной и художественной школ Первые работники культуры В холле для них была организована фотовыставка Вобравшая в себя всю историю становления культуры в нашем городе Гости с удовольствием смотрели фотографии И искали знакомые лица и себя А в малом зале за чашкой чая Получился настоящий вечер воспоминаний Каждому было чем поделиться с коллегами Кто-то вспоминал трудности, с которыми пришлось столкнуться Кто-то первые выступления и первые уроки Конечно, хорошо, конечно, здорово Что есть такая возможность Вот встретиться, посмотреть, поговорить Действительно, есть что вспомнить Мы действительно приехали, когда и города еще не было Но были люди, которые желали сделать что-то от души Что-то интересное, хорошее И вот сейчас они здесь, уже взрослые Вот, и все такие же, с улыбками Добрые, отзывчивые Это всегда приятно Собравшиеся культработники Все с тем же азартом и задором Подпевали Михаилу Гончарову и Геннадию Орлову Ведущая встреча Светлана Головачева Говорила добрые слова о коллегах Предоставляя возможность высказаться всем желающим Самое главное, что нам удалось Это вырастить в колени людей, которые Десногорск любят Как приятно, когда студенты из города уезжают И в интернете пишут Скучаю по городу Скучаю по березам рано За чаепитием и приятным общением время летело незаметно Но работники культуры все же успели обсудить и предложили горожанам новую традицию Хоть городу 42 года Всякие традиции есть Хотелось бы, чтобы традиция Была бы заложена такая основа И Собирались бы Почаще В активное время года На память о встрече Представители старшего поколения Работников культуры Оставили свои пожелания и напутственные слова На большом листе ватмана Встретиться с культработниками пришли руководители города Представители Смоленской АЭС И депутат областной думы Михаил Лосенко Они вручили всем удостоверения и почетные знаки Гражданин страны Росатом В реках Смоленской области гибнет рыба Как считают в природоохранных ведомствах Это происходит из-за нехватки кислорода в воде в жаркий период Парализованная 90-летняя пенсионерка из Демидовского района Стала жертвой разбойного нападения Злоумышленник открыто похитил из ее дома деньги Продукты питания и одежду Преступник задержан По Смоленску прокатилась серия квартирных краж Как сотрудники полиции расставили сети для похитителей Видеоматериали пресс-службы ОМВД по Смоленской области Злоумышленник проникал в квартиры через окна И выносил деньги и бытовую технику Полиция в течение нескольких месяцев Собирала информацию у потерпевших и свидетелей В результате грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий Подозреваемый был с поличным задержан на месте совершения преступления В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело По признакам состава преступления Предусмотренного статьей Уголовного кодекса Российской Федерации краж Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание В виде лишения свободы на срок до 6 лет Задержанный ранее судим по этой же статье Нигде не работает и бродяжничает Он сознался еще в семи кражах На Смоленщину не пустили скумбрию, лосось и форель Всего 18 тонн рыбы Инспекторы Россельхознадзора забраковали Из-за неправильной перевозки Груз вернули отправителю В ночь с 12 на 13 августа Жители Земли смогут наблюдать сильный звездопад До 100 падающих метеорных тел в час Как рассказал Олег Шуляк, начальник главного управления Смоленской области По обеспечению деятельности пожарно-спасательной службы За летние месяцы в водоемах Смоленщины погибли 15 человек Всего за год утонули 29 смолян Из них двое дети Это происходило в основном в необорудованных местах для купания У спасателей Смоленской области скоро появится вертолет Ка-32 Он будет оборудован водосливным устройством Что позволит при обнаружении пожара затушить его прямо с воздуха В регионе набирает популярность молодежный вид спорта воркаут Это выполнение на турнике ряда различных упражнений На Смоленщине к воркаут-движению уже присоединились около 300 человек Ежегодно в преддверии Дня физкультурника у нас в городе организуется Комитетом по физической культуре и спорту Открытый Десногорский кросс-гандикап «Березка» О том, как прошел он в этом году, вы узнаете далее В этом году на спортивную базу в Генина, чтобы принять участие в соревнованиях Прибыло 50 спортсменов из Десногорска, Рославля и поселка Кириллы Мы каждый год приезжаем в Десногорск на этот пробег Нам очень нравится Друзья из Десногорска всегда нам звонят, приглашают Мы собираемся сами взрослые И вместе со своими воспитанниками приезжаем поучаствовать в этом замечательном пробеге Трасса протяженностью в 3 километра проходит кругом У юношей и девушек старт общий Мужчины и женщины стартовали с гандикапом по возрастным группам Дистанцию в 15 километров бегут мужчины от 18 лет и старше Женщины 18 лет и старше 9 километров Юноши младше 18 лет 6 километров Девушки бегут 3 километра Из-за жары с дистанции сошли 3 участника Все остальные дошли до финиша благополучно По сравнению с прошлым разом лучше пробежал Время у меня чуть-чуть получше Сколько раз тренируешься? Ну примерно 2 раза в неделю По 10 километров примерно В этом году лидирующую позицию среди девушек заняла Анастасия Кругликова У юношей Данила Воинский У женщин первое и второе место разделили Александра и Мария Аксеновы У мужчин дистанцию в 15 километров с высоким показателем преодолел Алексей Шлыков Был отмечен и самый юный участник кросса Это Матвей Семченков Все участники, победители и призеры получили медали, грамоты и ценные призы Это все о чем мы хотели рассказать вам сегодня С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей Спасибо за внимание, до свидания